Иллия! Хотя общество сторожевой башни дало послабление еще несколько лет назад, но только 15 декабря текущего года был официально аннулирован запрет на ношение бород. Надо сказать, что мужчина отличается от женщин, с уникальными отличиями, и одним из этих отличий является борода, но лидеры этой религиозной организации на протяжении около 100 лет запрещали и дискриминировали людей за то, что изначально было установлено Богом. Вы только вдумайтесь, для переосмысления запрета на разрешение, нужно было много возносить молений. Ладно, давайте поговорим о том, почему и когда ввели запрет, а для начала узнаем версию общества сторожевой башни. В конце 19-го, начале 20-го веков среди исследователей Библии было принято носить борода. Это хорошо видно на этой фотографии. Здесь изображены пилигримы, которые занимались развязной работой. Бороду носил и Чарльз Рассел. Редактор родной газеты даже назвал его проповедником с ухоженной бородой. Он написал, «Мне казалось, что он ничем не отличается от тысяч других проповедников». Благодаря своей мягкой, седой, шелковистой бороде он выглядит как патриарх, как отец. Это очень располагает. После Первой мировой войны бритье снова обрело популярность. На этом фото пилигримов, сделанном в 1919 году, борода только у единиц. И хотя эта тема в наших публикациях почти не освещалась, немногие братья носили бороду. В 60-х годах 20-го столетия, во многих странах, я остановлюсь на данном моменте. Так почему же религиозное сообщество времен Рутерфорда отказалось от бород, неужели это дань моде и традиции этого мира? Ответ мы можем найти в ежегоднике за 74-й год. В данной публикации рассказывается история немецких свидетелей ИГОВА и в частности мы остановимся, когда президент Рутерфорд посетил немецкий филиал. Но требовалось больше оборудования. По этой причине брат Бальцерайт попросил у брата Резерфорда разрешение купить ротационный пресс. Брат Резерфорд увидел необходимость и согласился, но при одном условии. Он заметил, что с годами у брата Бальцерайта выросла борода, очень похожая на ту, которую носил брат Рассел. Его пример вскоре прижился, поскольку были и другие, которые также хотели быть похожими на брата Рассела. Это могло породить тенденцию к поклонению созданиям, и брат Резерфорд хотел предотвратить это. Итак, во время своего следующего визита, в присутствии всей семьи библейского дома, он сказал брату Бальцерайту, что может купить ротационный станок, но только при условии, что тот сбреет бороду. Брат Бальцерайт с грустью согласился и после этого отправился к парикмахеру. Негласную отмашку на запрет ношения бород принял президент Рутерфорд, более того, было это сделано путем бартера. Ты сбреваешь бороду, а я взамен куплю ротационный пресс. Не кажется ли вам, что очень духовная сделка в стиле? Руководящий совет много молился по этому поводу. А действительно ли Рутерфорд много молился для принятия такого решения? Если ты хочешь знать, почему бороды были запрещены при президенте Джозефе Резерфорде, все, что тебе действительно нужно, это копия этой книги «30 лет рабства в сторожевой башне». Вот мой личный экземпляр. Это книга Уильяма Шнелла, который, как я думаю, скончался довольно давно, потому что она была опубликована. Дай-ка я посмотрю, она была впервые опубликована в 1956 году, так что это довольно старая книга, хотя и выглядит как недавно напечатанный экземпляр. Давай перейдем к странице 51. Во время визита судьи произошел забавный инцидент. Я должен упомянуть, что Уильям Шнелл в то время был вифелитом в немецком отделении общества исследователей Библии или свидетелей Иеговы. Директор нашего немецкого филиала, как и многие до него, отрастил большую бороду по образцу бороды Чарльза Т. Рассела. Судья не хотел, чтобы осталось что-либо, что могло бы напоминать ему о расселе, даже отращивании бороды. Так вот, однажды вечером, когда мы ужинали за столом в пределах моей слышимости, директор попросил у судьи еще один большой вращающийся пресс. Судья некоторое время ничего не говорил, всего восемь раз. Затем он внезапно поднял голову, сурово уставившись на огромную бороду директора, и сказал, я куплю тебе пресс, если ты снимешь эту штуку. Указывая на бороду. Это, несомненно, шокировало режиссера, но он безропотно внял предупреждению и вскоре со стыдливым видом появился без бороды. Вот почему свидетелям Иеговы так долго не разрешалось носить бороды. Вот почему Иисуса изображали без бороды. Все это было связано с Джозефом Резерфордом, который, чем больше мы углубляемся в историю свидетелей Иеговы, тем больше узнаем, что он просто страдал манией величия. Он был абсолютным нарциссом. Он сменил Рассела в 1919 году и полностью переосмыслил религию по своему образу и подобию, чтобы отразить свои личные взгляды. Его личные взгляды на самом деле были довольно шокирующими, о чем я упоминал во многих видеороликах, но мы не будем вдаваться в подробности. Все дело было во власти, контроле и личной вендетте одного человека против своего предшественника, который, помимо всего прочего, был известен своей патриархальной бородой. Резерфорд не хотел, чтобы что-то напоминало ему о Расселе, и именно поэтому бороды были запрещены. Автобиография была написана почти на 20 лет раньше, чем история в «Ижегоднике», и она стала достоянием общественности. Обществу «Сторожевой башни» пришлось осветить этот эпизод в своей редакции и приписать Рутерфорду благородные мотивы. Но сути это не меняет. Деспотичное небиблейское решение было принято авторитарным президентом. Встает резонный вопрос, каким духом был ведоом Рутерфорд. Раньше наше объяснение было, так сказать, вверх ногами, потому что мы думали, что Святой Дух был излит в 1919, и после этого Саранча, народ Иегова, приступило к своей работе. Но Библия говорит, что Саранча завершила свою работу, и после этого был излит Дух Бога. Если на Рутерфорде и его современниках не было Святого Духа, то все, что они делали, интегрировали, заявляли, было не от Бога. И тогда любое решение, внедрение, это результат умственного заключения, которое может быть правильным, а может быть с той же вероятностью ошибочным. Повторюсь, правильное или неправильное понимание того или иного вопроса это результат математической погрешности и она равняется 50 на 50. И пример запрет на бороду является классическим доказательством. Пуджи беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Всегда учащихся, и никогда не могущих дойти до познания истины. Классические тексты, которые стопроцентно характеризуют свидетели Иеговы. Вы только вдумайтесь, они запрещали то, что изначально было одобрено Богом. Перефразируя апостола Павла, можно сказать так. Не сама ли природа учит вас, что если женщина пытается нарастить волосы на лице, то это бесчестие для нее, но если муж растит волосы, а это знак мужественности и силы. Видимо природа тоже ничему не учит лидеров секты. Итак, в очередной раз сторожевая башня показала себя беспомощной в духовных вопросах, и это вы должны знать, берегите себя. Так как не всегда видны все комментарии, то используйте инструмент упорядочить.